Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Ольга Степанова и Михаил Эверстов, у микрофона ведущая Саргалана Антонова. Вопросы изменения климата и вечной мерзлоты стали основной темой Международной научно-практической конференции, которая сегодня завершает свою работу. В целом участие в очно-заочном формате приняли около 500 человек. Это представители научных и научно-образовательных учреждений из России, а также учёные из Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, США и Японии. Президент и правительство Российской Федерации уделяют этому вопросу особое внимание. Так, министр природных ресурсов и экологии страны Александр Козлов отметил, что необходимо научиться планировать хозяйственную деятельность человека в арктической зоне в новых условиях. И ключевые задачи — это обеспечить безопасность людей, безаварийную работу инфраструктуры, сохранить хрупкие элементы северных территорий. Организаторами конференции являются Минвостокразвития России совместно с правительством Якутии, а также наш Северо-Восточный Федеральный Университет, оператор мероприятий председательства Фонд Росконгресс. Итак, какие актуальные вопросы обсуждались на конференции? Что сегодня предпринимается для обеспечения безопасности людей, которые проживают в арктической зоне? Как изменения климата влияют на устойчивость экологических и социально-экономических систем? Сегодня в программе ответим на эти и другие вопросы. Итак, настало время представить наших собеседников. Это заместитель ректора Северо-Восточного Федерального Университета по аналитической и экспертной деятельности Александр Андреевич Кугаевский. Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители. Заместитель исполнительного директора Северного Форума Дарьяна Дмитриевна Максимова. Добрый день. Добрый день. И доцент химического отделения Института естественных наук Северо-Восточного Федерального Университета. Сотрудник молодежной лаборатории «Полимерные материалы для Севера» Екатерина Николаевна Тимофеева. Добрый день. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК «Саха» и на волнах «Тетим Сахарадио». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 0066 32 11 66. Ну что же, мы начинаем наш разговор. И первый вопрос я хотела бы задать Александру Андреевичу. Проблемы глобального изменения климата и связанные с ним вопросы таяния, мерзлоты в настоящее время становятся одними из главных направлений научных исследований. Расскажите нам, пожалуйста, вот с чем это связано? Я бы здесь прежде всего отметил то, что данная конференция, которая составилась в ближайшие дни, она проходила по плану большой международной организации, которая называется Арктический Совет. И вот мы, Российская Федерация, в эти годы является председателем Арктического Совета. Вот и поэтому все мероприятия как раз и мы проводим под флагом этого Арктического Совета. Это очень важная большая организация. Но сегодня в связи с тем, что в мире неспокойно стало, некоторые возникают трудности, особенно международное общение, но тем не менее ученые, они как-то смотрят на это дело более свободно. У нас присутствовали, вы уже сказали, с каких стран интерес проявляли. Это дружественные страны, ну и, допустим, были специалисты из Аляски и других стран. Вот поэтому вот эта конференция проводила под этим флагом. То, что темой была избрана такая связная проблематика, это изменение климата и таяние, ну иногда говорят, деградации вечной мерзлоты, это два процесса природных, которые вероятнее всего и надежнее всего объясняются тем, что общее похолодание или потепление обязательно должно сказаться на вечной мерзлоте. В любом случае, такие гипотезы и предположения, опасения, они существуют. Ну и исследования, которые приводят климатологи и наши мерзлотчики, они показывают, что такая корреляция или взаимозависимость существует. Но учитывая то, что вечная мерзлота имеет распространение на большой части земного шара, она уходит и в Ледовитый океан, она переходит через океан в Канаду и на Аляску, простирается от Берингового пролива до Кольского полуострова. Это огромная территория, и она везде ведет себя по-разному. Но так получилось, сложилось, что эпицентр вот этого огромного массива, глобального массива вечной мерзлоты, он приходится как раз на Якутию. На Якутию, север Красноярского края, огромное пятно такое. И все, что происходит с мерзлотой, нас, конечно, очень сильно беспокоит. Но есть такое выражение известное – мыслить глобально, действовать локально. Ну или еще слова нашего великого поэта русского Сергея Есенина о том, что лицом к лицу лица не будет дать, большое видится на расстоянии. Вот исходя руководства этими принципами, мы хотим взглянуть на то, как будут происходить изменения на нашем земном шаре, на глобусе. Почему мы говорим о глобальной? Потому что смотрим земной шар в целом. И, безусловно, нас беспокоит, что будет происходить конкретно в Якутии. Мы строим дома на вечной мерзлоте, на сваях. Эти сваи впаяны в вечную мерзлоту. Если мерзлота будет, протайка будет вечной мерзлоты, какая-то существенная, то, безусловно, вызывает у нас вопрос, а насколько у нас будет устойчивость всех наших сооружений, которые стоят на сваях. И в то же время тут прозвучала такая мысль интересная, что климат менялся и меняется. Он и будет меняться. Вопрос, сможем ли мы влиять на изменение климата, конечно, нет. То есть эти процессы будут происходить вне зависимости от наших желаний, умений и так далее. Но адаптироваться к этим изменениям мы обязаны. Ну и мы адаптируемся. Мы довольно... Любой из нас может на территории города увидеть очень множество вот этих термосифонов, при помощи которых мы промораживаем грунт. У нас все сооружения большие стоят своими термосифонами. Поэтому это вот и есть как раз пример адаптации. При помощи этих термосифонов мы удерживаем наши автомобильные дороги в самые сложные места. На железной дороге тоже самое имеется. На Аляске у них знаменитый этот нефтепровод, который идет с севера-запада Аляски туда на юг. Он весь стоит на этих сваях. На наших сваях, которые мы придумали. Поэтому мы, безусловно, конечно, подходим к этому и смотрим на эти процессы. Постараемся взглянуть на них глобально. Потому что нельзя выделить отдельно Якутию и говорить, что здесь вот то-то происходит. А есть большие влияния, которые оказывает весь окружающий мир. Вот эти процессы хотим понять. И, конечно, там правильно прозвучала мысль о том, что нам надо научиться к этому приспосабливаться совершенно трезво и глубоко понимая, что происходит, строить свою защитную линию. Хорошо, Дарьяна Дмитриевна, мы видим, что у нас довольно представительный был состав участников конференции. Насколько климатическая повестка актуальна для них, для других стран? На самом деле, конечно, эта повестка актуальна уже на протяжении, я думаю, нескольких десятилетий, если не веками можно было говорить о том, что есть некоторая цикличность, как некоторые говорят. Или, может быть, всё-таки происходит сейчас такое рекордное таяние ледников, когда мы наблюдаем то, что изменение климата требует такого мониторинга, который сделал бы прогноз. И насколько мы сейчас в эти дни увидели, как раз-таки на научной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты поднимали вопрос как раз о возможности прогнозных решений развития территорий. И было, получается, очень много наших экспертов, которые российских, что отрадно. Потому что, ну, как уже сказали, действительно, да, у нас такая сложная геополитическая сейчас ситуация, когда мы, конечно, знаем, что западные страны очень много имеют на работу как раз по изменению климата. И вот этого отрицать нельзя. Как раз в этой сложной ситуации было приятно видеть, что к нам в Якутск приехали российские наши эксперты, учёные высокого статуса, да, и академики были, и члены-корреспонденты Российской академии наук, которые смогли, скажем так, наполнить нашу программу настолько разными, да, тематиками, которые вокруг изменения климата вертятся. Потому что изменение климата, оно не просто там что-то там потеплело и всё, да, то есть это касается прежде всего жизни человека на Земле. Вот. И самое же, на самом деле, большая... И о катастрофах поговорили у нас на первом пленарном заседании, говорили и про будущее, что может произойти. Вообще, на самом деле, от изменения климата зависит вся планета с точки зрения, конечно, Арктического региона. Изменения климата происходят там. Ледники, прежде всего, тают там. И при большом таянии может произойти катастрофические ситуации, когда говорят о наводнениях, да. Но никаких прогнозов сейчас не буду пугать. Нет, на самом деле, да. Действительно, это требует изучения. И я думаю, это что у Якутска, вообще у нашего правительства, Республики Саха-Якутия, у Северо-Восточного федерального университета и Института мерзлотоведения, да, СОРАН, вот три, да, СОО-организатора от Якутии, предыдущих, которые федеральные вы перечислили уже, и есть ещё координатор, это НОДСЕВЕР, да. То есть было такое объединение усилий для того, чтобы наполнить программу. Тем более то, что эта конференция первая, и, я так понимаю, не последняя. То есть, видимо, она будет периодичной именно у нас в Якутске. Ну а Якутск выбран как регион, способный объединить Арктику, Азию. И мы так понимаем, что как раз наша Арктика имеет наибольший интерес вообще для всех экспертов, которые посетили, и, я думаю, то, что вообще заинтересованы были послушать онлайн. Александр Андреевич, Северо-Восточный федеральный университет стал одним из 16 участников Российско-Азиатского консорциума арктических исследований, да. Вот кто входит в этот состав? Расскажите, пожалуйста. Ну, здесь бы я хотел сказать в целом, что такое консорциум. Вот сегодня мы говорим о том, что для того, чтобы смотреть глобально, но мы даже с силой большого нашего университета не сможем даже всю Арктику охватить. Поэтому мы здесь исходим из того, что хотим объединить усилия разных участников, тех исследователей, которые занимаются Арктикой. Ну, безусловно, в первую очередь, наши федеральные университеты, которые по всей территории Российской Федерации размещены, плюс другие институты и университеты, которые так или иначе находятся в этой зоне. Вот. С этой целью мы создаем консорцию. То есть мы это объединение по интересам, по научным интересам. Ну вот. И надо сказать, что очень хорошо так получилось. Всем понравилась эта идея, поэтому отклик им получить большой. От Мурманска до Анадыря – это практически все откликнулись. Ну, плюс еще одно крыло – это азиатское. Почему на консорциуме-то идея азиатского появилась? То, что очень сильно интересуют сейчас арктической темой наши китайские коллеги. И Индия сегодня очень интересуется. До этого интерес очень большой проваляли и корейцы наши, и Вьетнам даже. Тоже интересует немного. Очень много интересов сходится здесь, и поэтому общими усилиями исследовать, конечно, было бы очень интересно. Вот для этого создан консорциум. То есть мы, так сказать, формально объединяемся, и теперь уже как раз на этой встрече всех участников консорции мы начали проговаривать уже конкретные постановки задач. Ну вот. Ну, я думаю, после нас ребята еще будут выступать, они расскажут более подробно об этом. Вот. А что-то объединились мы. Ну, сегодня уже у нас сколько? Дарьяна тут больше всего знает эту статистику. Да, на сегодняшний день у нас 17 участников. На конференцию ты еще пополнился? Ну, на самом деле у нас, я говорю наперед, на самом деле, конечно, утвержденный по протоколам и по уставу Российско-Азиатского консорциума арктических исследований, у нас 16 участников. Сам консорциум был создан у нас в конце прошлого года, это 28 ноября 2022 года на нашем собственном еще одном форуме, на 4-м Северном форуме по устойчивому развитию. К нам приехали наши вузы, организации, которые вступили. Среди этих 16 участников у нас вузы, которые объединяют, получается, Арктическую зону Российской Федерации. Самый западный у нас, получается, Мурманский государственный технический университет. Также у нас присутствует Северный Арктический федеральный университет, Ненецкий колледж техникум, Ямало-Ненецкий. У нас сейчас думают, пока их сейчас приехали и сказали, что вступят. То есть если идти по Арктической зоне, то мы хотим охватить это, поэтому я упоминаю. В целом, получается, у нас Красноярский край интересно зашел, там у нас Таймырский колледж, что необычно для всех нас, потому что вузы, конечно, более такая практика и опыт больше, но как полигон, как территория мы, конечно, рассматриваем весь Красноярский край. Это Таймырский колледж, это непосредственно Арктика. Также у нас, получается, есть Океанологический университет Китая, вот наш китайский участник. И в целом мы охватываем, получается, всех по интересам. Например, у нас есть из Хантамансийского автономного округа Егорский государственный университет, из Сибири у нас есть Томский государственный университет. И это все происходит по инициативе, которая прозвучала от Северо-Восточного федерального университета, как от вуза, который объединяет два больших региона, Чукотку и Якутию. Ну и при поддержке Северного форума. То есть мы движемся в сторону Арктической зоны Российской Федерации с объединением азиатских стран. Здесь можно еще отметить то, что у нас в рамках Северо-Восточного федерального университета мы сейчас создали центр, Международный центр арктических исследований. Поэтому для чего он нужен? Для того, чтобы вот эти все действия переводить в движение. То есть все корниры, все действия. Вести переписку, готовить, ну, как мы говорим, научную повестку. То есть формулировать проблематику, которая интересует всех. И организовать эти исследования. Поэтому вот центр такой, ну, мне сегодня приходится возглавлять. Хорошо. Екатерина Николаевна, какая программа на конференции была адресована молодым, то есть тем, кто уже может представить свои научные проекты? Ну, во-первых, хотела бы вас пригласить, поблагодарить, точнее, за то, что вы нас сегодня пригласили, что есть такая возможность озвучить наши результаты, что бы рассказать жителям Якутии, что чем мы занимаемся, какие планы у нас есть. Но я представляю сегодня малоудёжную часть, часть университета всё-таки. И хочется сказать, что нам, молодым учёным, очень важно посещать такие площадки, особенно участвовать в создании таких консорциумов, потому что мы на таких площадках, на таких консорциумах всё-таки перенимаем опыт больших учёных, видим, какие задачи нам нужно решать в будущем, потому что многие говорят, что эти проблемы, которые были озвучены, они всё-таки нас будут касаться уже в течение 50 лет ближайших, поэтому мы сейчас уже начинаем к этому готовиться. И университет прилагает очень много усилий к подготовке молодых учёных, студентов. Вот я, например, работаю в молодёжной лаборатории, где студенты химического отделения, начиная с третьего курса, уже начинают трудоустраиваться и делать реальные проекты. Если говорить про моё направление, я всё-таки не занимаюсь непосредственно изменением климата, но я занимаюсь предотвращением таких вот существенных изменений с точки зрения изменения инфраструктуры. Мы занимаемся разработкой морозостойких холостомерных материалов. Вы как раз в начале своего выступления говорили, что всё-таки, когда тает мерзлота, происходит изменение инфраструктуры. Чтобы трубопроводы не разрушались, чтобы водопроводы нормально функционировали, мы как раз-таки занимаемся вот этой проблематикой. И в рамках вот этого большого мероприятия были молодёжные треки, были представлены экологические проекты, где студенты также института естественных наук и других направлений представляли свои экологические проекты и очень хорошо провели эту площадку. И также была встреча с молодыми предпринимателями, тоже было очень интересно. Молодыми предпринимателями, которые занимаются? Экологическими проектами. Хорошо. Здесь можно было бы ещё один момент отметить. Как говоря о молодёжи, то, что осталось вот за кадром. Мы видим содержательную часть, проведение мероприятий, доклады и прочее, но это всё организуется конкретными людьми. Вот команда организаторов. Поэтому это организация науки. Как это надо всё делать? Как собрать коллектив нужный? Как озадачить их? Это не просто так делается. Ребята, приезжайте, поговорим. Поэтому молодёжь, они учатся именно организации. Это очень большой опыт у них сейчас они приобретают, который потом им понадобится для решения больших задач. Как раз-таки на одном из таких площадок, вот Дарьяна упоминала, Северный форум по устойчивому развитию, мы, можно сказать, совершенно случайно нашли своих конечных потребителей, вездеходы Бурлак, которые занимаются разработкой вездеходов как раз-таки для Арктического региона. И наши разработки могут найти конечного потребителя. Хорошо. Тут видите, как конференция дала очень большое, как скажем, поле для того, чтобы общаться и найти уже реальные контакты. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервёмся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, сегодня мы говорим о Международной научно-практической конференции по изменению климата. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу и напомним, что сегодня завершает свою работу научно-практическая конференция, посвящённая вопросам изменения климата и тайне вечной мерзлоты. Её основная цель – это поиск практических и научно обоснованных решений, которые направлены на адаптацию глобальной экономики к изменению климата. Гости нашей студии сегодня – это участники конференции. Заместитель исполнительного директора Северного форума Дарьяна Дмитриевна Максимова она принимала участие в первой части нашей программы. Кроме того, заместитель ректора Северо-Восточного федерального университета по вопросам устойчивого развития арктических территорий Юрий Георгиевич Данилов. Здравствуйте. Добрый день. И заведующий лабораторией мерзлотных почв научно-исследовательского института прикладной экологии Севера имени профессора Савинова Северо-Восточного федерального университета Пётр Петрович Данилов. Приветствуем вас. Добрый день. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах ТЭТИМ Сахарадио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, мне бы хотелось обратиться всё-таки к истории вопроса. Как давно вообще у нас в Якутии началось изучение вечной мерзлоты? Пожалуйста. Так, ну изучение вечной мерзлоты у нас началось ещё, наверное, научное именно изучение. Так, в первой половине 19 века, когда академик Медендорф приехал в Якутию, и он узнал о том, что купец Ширгин решил себе, ну, который переселился из европейской части, решил себе построить колодец. И он прорыл там определённое количество в глубину, но была мерзлота. И Медендорф попросил его дальше продолжать строительство, и в конечном итоге углубились до 116 с лишним метров, но всё равно была мерзлота. И только благодаря вот этому колодцу, теперь он называется шахта Ширгина, значит, благодаря этой шахте европейские учёные узнали действительно о том, что такая толща многолетней мерзлоты. А как показали дальнейшие исследования, то как раз в районе шахты Ширгина она более 220 метров. То есть ими пришлось бы ещё 60 метров выкапывать. Хорошо. Некоторые специалисты говорят о том, что в этом столетии Арктия прогреется в 2-3 раза быстрее, чем весь остальной мир. Вот какой оценки придерживаетесь вы, и чем таяние мерзлоты может быть и чревато для нас в первую очередь? Ну, таяние, вернее, повышение температуры, потепление климата в Арктике действительно происходит быстрее. В среднем, ну, в 2 раза примерно. Потому что если брать за период более 100 лет, в Якутске, допустим, инструментальные наблюдения ведутся с 1837 где-то года, так? Значит, то есть более 100 лет. Почти уже 200 скоро будет. Значит, и за этот период явно видно, что температура у нас повысилась. И в Якутске она температура повысилась где-то на 2 с лишним градусов, хотя в среднем по земле, по земному шару средняя температура поверхности земли повысилась на 0,8-1,2 градуса. То есть, ну, по сути дела, в 2 раза. Так, это связано с тем, что, ну, в общем, с нашими природными особенностями. Длительный период холодный, снег, альбедо очень высокое снега, то есть отражающая способность. Плюс в зимнее время у нас антициклон устанавливается. И все это способствует тому, что, значит, промерзание очень сильное происходит. Ну, эти низкие зимние температуры приводят к промерзанию. Но в связи с тем, что происходит потепление климата, конечно, происходит деградация многолетней мерзлоты. То есть, разрушается поверхностный слой. Ну, глубина сезонного протаивания из года в год увеличивается. И это приводит к нарушениям рельефа, соответственно, к нарушениям почв. Ну, и, естественно, растительность теряется и так далее. Хорошо. Юрий Георгиевич, хотелось бы знать, какие фундаментальные исследования по вопросам изменения климата, адаптации к таким условиям ведутся в стенах Северо-Восточного федерального университета? Ну, если непосредственно про климат говорить, то у нас есть лаборатория климатическая. Возглавляет ее Никита Иванович Тананаев. И там, вот вчера особенно, ну, подробно он рассказывал о деятельности лаборатории на круглом столе. Там они уже провели, ну, значит, моделирование, как будет изменяться климат. И это все, в принципе, можно найти на сайте, чтобы тут время не терять. Ну, просто на сайте нашего университета зайти, найти лабораторию климатологии, и там все эти изменения показаны. И в табличном варианте, как говорится, и в графиках и так далее. — Юрий Георгиевич, Вы были модератором дискуссионной площадки, которая была посвящена вопросам адаптации к изменению климата, да? И в зависимости от того, где мы живем, последствия адаптации, конечно, могут быть различными. Как они могут проявляться, и что мы можем сделать? — Ну, наша площадка была площадкой РАКИ, о которой, по-моему, уже коллеги рассказали, Российско-Азиатский консорциум арктических исследований. Значит, в него сейчас входит 16 научных учреждений, в том числе два китайских научных учреждения. И адаптации, конечно, в разных местах, по-разному идет. Но в частности, было же указание, как говорится, правительства России о том, чтобы каждый регион должен сделать свой план адаптации. И вот вчера как раз тот же Корчунов, допустим, хвалил наш якутский план адаптации к изменениям климата. Но надо сказать, что еще менее даже половины всех субъектов федерации такие планы подготовили. И об этом тоже было сказано, что вот и Якутия молодцы, одни из первых, и что этот план адаптации наиболее такой научно продуманный. Но это и понятно, потому что у нас, во-первых, Северо-Заточный федеральный наш университет занимается этим, изменением климата и так далее. И, конечно, Институт Мерзлотоведния, у которого большой опыт. И не только изменение климата они изучают, но и влияние именно изменения климата на мерзлоту. Хорошо. Какие технологии применяются? Вообще, как мы готовимся к переменам? Так, технологии. Ну, здесь, конечно, если это точечные объекты или линейные, ну, допустим, территория города по сравнению с Тайгой, наверное, тоже можно рассматривать как точечный объект. Здесь можно применять различные инженерные, значит, возможности, ну, в том числе вот термосифоны, так называемые, или охладители. Ну, многие, наверное, видели вот возле нашего главного учебного корпуса стоят такие черные трубы. Ну, как в народе называют теплообменники, да? Да-да-да, теплообменники вот эти. Вот это одно из технологических таких решений. Но понятно, что на всю Тайгу это не распространяешь. Есть еще другой вариант, допустим, в зимний период, когда температуры низкие, как-то уплотнить снег или убрать его, да? Вот то, что в городе, допустим, у нас снег уплотняется и убирается, это, конечно, тоже рассказывается на то, что почвы и грунты, ну, там, где снег уплотняется или убирается, там, конечно, они промерзают сильнее. Но, опять-таки, в лесу это не сделаешь, так? Ну, и на полях. И вот закон, у нас же принят закон, так, о сохранении вечной мерзлоты. И, по сути дела, в общем-то, там в основном говорится о сохранении именно, о сохранении лесов, о сохранении травяного покрова, махового покрова, которые являются хорошими теплоизоляторами. И вот работы института мерзлотоведения, допустим, доказывают, что под лесами есть, так называемый, буферный слой, еще где-то там 50-70 сантиметров, который, ну, в настоящее время не протаивает. Но если лес вырубить, то начнется протайка, и начнутся образовываться белары и так далее, ну, и вплоть до аллосов. Хорошо. Одним из ярких мероприятий научно-практической конференции стали савиновские чтения. Ну, и прежде чем мы о них начнем говорить, Петр Петрович, давайте скажем несколько слов вообще об ученом, организаторе, общественном деятеле, в честь которого они проводятся. Дмитрий Дмитриевич Савинов – это основатель нашего института. Вот, к сожалению, он ушел от нас. И в честь его имени наш институт вот недавно был его именем. Институт занимается палеогеографией, палеокологией, ну, и современными экосистемами. В том числе и как влияет вот антропогенное воздействие, ну, и в частности вот природные факторы тоже, в том числе и климат. То есть у нас есть и палеонтологи свои, ну, это вот существует подразделение лаборатории музея Мамонта, вы слышали, наверное. Вот, на этой базе у нас и генетики, ну, и там несколько проектов у нас существует. И что происходит вот на данный момент, вот в рамках данной конференции, когда во время проведения конференции были доложены результаты, полученные за последние вот 10 лет. В том числе и по палеокологии, ну, и по современному экосистему. То есть как она меняется, современная экосистема, ну, и в качестве прогнозов были приведены результаты палеогеографических исследований. Хорошо. А какой теме были вообще посвящены Савиновские чтения, да, кто стал их участником? Тема называется «Функционирование арктических и субарктических территорий». Здесь практически большая часть Якутии, это Арктика, субарктика, получается, все территории 13 административных районов. В рамках данной конференции были в качестве участников член-корреспонденты, молодые ученые, ну, и практически все основные ведущие ученые нашего института. Какие результаты доложены? То, что интересно было, как она меняется, климат у нас. Если взять, посмотреть прошлое, то у нас таких вот, как современный климат было уже несколько таких этапов. то есть это 5 тысяч лет назад, 12 тысяч лет назад, 45 тысяч лет назад, даже теплее, чем нынешний климат было. Поэтому тут есть и... то есть были и дискуссии и так далее. То есть мы идем, куда все говорят потепление, а некоторые говорят, наоборот, похолодание идет. То есть тут существует два таких модели. Два сценария, по которым могут происходить изменения. Да, да, изменения. Вот. Поэтому тут очень много интересных таких моментов. Но то, что мы в данное время получили, какие результаты были получены, вот, все это будет отражено в научных публикациях наших сотрудников. И хотел бы сказать еще по поводу вот результатов. Основные изменения, они происходят на освоенных экосистемах. То есть там, где человек уже какое-то влияние, какое-то воздействие, например, растительность, деградация растительности, деградация почвенного покрова. Вот на этих территориях происходит деградация верхней границы многолетних мерзлых пород. То есть... То есть доказывается воздействие... Да, да. А естественно, нетронутые ландшафты, они более устойчивы. Вот это необходимо отметить. Поэтому там, где вот селитебная зона, промышленные площадки, вот тут необходимо особое внимание нужно. А меняется ли вот представительный состав участников савиновских чтений? Да. У нас получается ежегодно, ну не ежегодно, но периодически конференции проводятся, и юбилейные конференции, и так далее. Тут, да. То есть охват получает практически всех основных компонентов, начиная с почвы, растительность, животный мир, поверхностные воды, донные отложения, гидробионты. И по всем этим основным компонентам у нас те или иные ведущие научные сотрудники участвуют. Хорошо. Юрий Георгиевич, вот хотелось бы знать, как в целом вы оцениваете итоги научно-практической конференции? Ваш взгляд? Ну, научная конференция, это прежде всего, конечно, обмен опытом, обмен знаниями накопленными. Ну и, конечно, на практику всё равно должны быть какие-то рекомендации. И сейчас как раз идёт подготовка резолюций от круглых столов, допустим, наших дискуссионных площадок и так далее. И в конечном итоге мы должны всё это объединить и выдать какие-то рекомендации. Но многие конференции проводятся, рекомендации пишутся, а выполнение не всегда бывает 100%. У нас-то есть конкретный проект? Нет, ну да. Если говорить про нашу дискуссионную площадку РКИ, то у нас с Харбинским политехническим университетом Китай с 2019 года проводится исследование по переносу загрязняющих веществ по мегатрансекту, меридиональному мегатрансекту Якутии-Китай. Значит, и мы предложили... Да, они сначала вообще только хотели рассматривать только стойко-органические соединения. Мы предложили расширить список, вообще все загрязнители рассматривать и загрязнители, которые переносятся не только воздухом, но и животными, в первую очередь птицам, допустим, и так далее. И даже, ну, вплоть до микроорганизмов. Потому что при протаянии многолетней мерзлоты у нас из мерзлоты тоже много чего вытаивает. Да, люди боятся. Вот те же, например, хронические болезни, которые бушевали, например, средние века и так далее. Да-да-да. То есть опасности, когда существуют. А как это предотвратить, чтобы не произошло? Значит, надо заранее исследовать, изучить. Как только начнется такой процесс, значит, какие-то меры сразу резко надо будет принимать. И то, что касается нашего этого проекта, то мы решили расширить его, так, не только вот меридионально сделать, а вдоль азиатского, как АЗРФ, короче, арктической зоны Российской Федерации. Начиная с самого запада, то есть там у нас Мурманский технический университет дал согласие. В общем, всего уже семь образовательных учреждений дали согласие Мурманский, затем Петрозаводский государственный университет, значит, Югорский государственный университет, Таймырский колледж, хотя у них и научная работа не проводится, но они согласны выполнять вот полевые какие-то исследования, значит, ну, там, где, ну, непосредственно, как говорится, руки и ноги нужны. Затем, ну, естественно, наш университет и северо-восточный государственный университет Магадан. Ну и, конечно, Чукотка, где наш филиал расположен. И вот мы предлагаем такой, ну, арктический транссект сделать, арктический мегатрансект, и где уже рассматривать, вот, в общем-то, ну, целый комплекс этих загрязняющих веществ и их переносов. Это все, да, участники нашего консорциума, о которых мы до рекламы рассказывали, и вот более полный, да, наверное, список сейчас вот как раз Юрий Георгиевич перечислил. То есть у нас уже достаточно будет такая большая география и с выходом на Китай. И вот как раз, Пётр Петрович, может быть, пару слов, да, скажете, что такое загрязнители и как вы с ним видели? Да, но, к сожалению, мы уже не успеем сказать, да. Главное, что ведь эта работа, которая была начата во время конференции, она будет продолжена, принято решение о том, что она будет проводиться раз в два года. Я так поняла, да? Да, ну и, конечно, были подписаны соглашения, и я думаю, что конференция будет развиваться. Хорошо, и это самое главное, что она будет продолжена. Дорогие друзья, это была программа «Якутск.Сегодня». Ее подготовила и провела редактор Саргалана Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания.